Друзья, всем привет! Это проект 52. Мы продолжаем вас знакомить с новинками 2020 года. И сегодня мы поговорим о самом популярном квадроцикле, который вообще, наверное, существовал за всю историю. Это Outlander Max в комплектации XTP. В этом году он представлен в новом цвете. Маркетологи, кстати, у BRP-шников чудные люди, придумывают такие названия всегда уматные. В общем, вот этот вот цвет называется Black Carbon and Sunbrush. Нет, Sun... Как Sun... Bright... Bright... В общем, что в переводе означает черный карбон и солнечный взрыв. Встречайте! Солнечные протуберанцы такого приятного цвета в этом году будут украшать такие модели, как 1000R. То бишь, это литровый мотор с мощностью 91 лошадиная сила и 850 кубических сантиметров. Еще есть такой моторчик. Мощностью, соответственно, 78 лошадиных сил. Так что ж, друзьяки, что все-таки нового в этой модели и в этом году? Давайте начнем с мордяхи. Так, что мы видим? Под прекрасным пластиком скрывается, вижу, новые ноздри для воздухозабора, для лучшего охлаждения двигателя. Вот, раньше таких не было. Вот они стоят. Так, Fox Podium 1,5 с моментальными регулировками. Это не новшество, но все равно очень приятно. Вот, вижу, стабилизатор оставили. Ну, в принципе, ничего нового и сверхъестественного, кроме ноздрей, чтобы аппаратик лучше дышал. Благодаря этим ноздрям теперь охлаждение моторного отсека будет лучше гораздо, потому что здесь все закрыто пластиком, и были жалобы на то, что он там в каких-то местах плавился. Теперь это все исключено, потому что отверстий стало гораздо больше технологических, и воздух должен продувать вот эту часть очень-очень здорово. Так, что у нас дальше? Ну, давайте по рулевой колоночке. Ну, как традиционно уже стало в 2020 году, у XTP-хи новая приборка. Вот, новая приборка намного функциональная, такая же, как и на XMR. Мы рассказывали про XMR 2020 года. Ссылочку на него вниз положим. Можете посмотреть, кто не видел. Ну, а мы продолжаем. То бишь, здесь ничего не поменялось. Та же самая панель многофункциональная. Вот, есть кнопка переключения режимов. Убрали кнопки, которые были на самой панели, вот, и вынесли это все на клавишу. Клавиша мега удобная, но какая-то ненадежная. Опять же, про нее мы уже рассказывали вам. Вот, клавиша переключает режимы, показывает суточный пробег. Можно переключать с положения А в положение Б, то бишь, два суточных пробега и общий пробег. И клавиша вниз, это кнопка меню, которая выводит нам основные настройки. Вот, и позволяет нам посмотреть, что мы видим. Самое главное новшество, это то, что теперь приборка показывает температуру работы двигателя. Вот, второй момент. Она показывает максимальную скорость, которая была за какой-то определенный момент пройдена. И средний показатель расхода бензина. Функция такая. Спорная, на самом-то деле. Не знаю, нужна она или нет. Ну, зато теперь на все вопросы рогулей. А скики воно жре? Можно смело отвечать, что воно жре. Скильки-то, скильки-то. Так, ну и последний, самый интересный режим, тоже, который появился в приборке. И это питание бортовой сети. Показано, с какой скоростью, точнее, с какой мощностью и с каким вольтажом заряжается, работает генератор и заряжает аккумулятор. Еще одно новшество. Это система управления дроссельной заслонкой, которую начали устанавливать с 2019 года. Но теперь у нее, помимо двух режимов, спорт и нормал, появился еще третий режим, эко. Он включается нажатием в левую сторону. И тем самым позволяет экономить горючку. Ну и еще одним таким небольшим лифт-дизайном изменилась вот эта вот штучка. То бишь, раньше это был поролон затянутый кожзамом. Теперь это резиновая штука, которая красиво одевается на руль с логотипом. Так, что у нас новенького в задней части? Смотрим. Так, амортизаторы без изменений. Фоксы подиумы с функцией быстрой регулировки, три положения. Так, немножко изменился рычаг. Стали более массивные крепления амортизаторов. Вот. И... А, так, стоп, подождите. А редуктор? Мне кажется, или он такой же, как на XMR-ах стал? То бишь, он такой массивный и большой. Ребята, мне кажется, что это абсолютно новый редуктор на XTP-хе. Тот, который устанавливается на XMR-е. А правда это или нет, пишите в комментариях. Итак, новый здесь редуктор или старый? Ну, вот, в принципе, если вкратце, то мы и выяснили, что нового в Outlander XTP Max 20-го года. Мы обязательно потестим его еще на бездорожье, в его родной среде. А пока есть с вас подписки, комментарии, лайки, пальцы вверх, пальцы вниз. И до новых встреч. Это был проект 52. Всем пока. Что мы там остановились? Где-то можно оборваться. Поехали. Раз, два, три. Ну, естественно, самые главные изменения коснулись, конечно же, подвески. Если раньше впереди были установлены... Вот, есть, но он не подвесный. 230-ый не подвесный, потому что он не в той подвеске. Вот он не стендал. По-моему, он ничего не скажет. Я помню, у Баннивэля есть великолепный фильм, не помню, как он называется, там, где чувак 15 минут просто на крупном кадре смотрит в кадр. Он больше ничего не делает. Вот сейчас я был практически номинирован на Оскара за вторую главную роль.